Я очень рад приветствовать конференцию, очень рад видеть наших коллег. Цвет психологической науки, цвет армянской психологии. И, конечно, очень рад приветствовать наших гостей из разных университетов России. И вообще должен сказать, что Арсений Больдерян своим подвижническим трудом, абсолютно знаковой деятельностью в области психологической науки, смогла сделать так, что наш университет ассоциируется в том числе и с развитием психологии. И мы этому очень рады. Увеличивается количество и качественный состав людей, которые приобщаются к психологической науке. И я должен это приветствовать в обязательном порядке. Конечно, мне очень радостно, что присутствуют также представители наших партнеров университетов из Самары, Кубанский технологический университет. Вообще, я должен сказать, что Армения сейчас стала каким-то средоточием такого российского интеллекта. Мы практически каждый день принимаем в своих стенах представителей ведущих российских университетов, представителей науки, в том числе и выдающихся представителей. Я очень рад приветствовать сегодня психологов и представителей психологической науки. Должен сказать, что у меня особое отношение к психологии как к науке, потому что мой дед был доктором психологии и как раз преподавал психологическую науку тогда еще в Ленинградском педагогическом институте. И, соответственно, я, мальчишка, иногда шалил на его семинарских занятиях, когда меня некому было оставить. И, соответственно, дед брал меня с собой на занятия. У меня есть некоторые по этому поводу родственные ощущения. Поэтому, тем более, приветствую вас всех. Значит, что мне хочется сказать о развитии личности в современном условии? Условия, конечно, не меняются. Меняются иногда даже настоящим образом, иногда совершенно несоответствующим образом нашим представлениям о том, как мир должен меняться. И, соответственно, конечно, проблема развития личности на каждом историческом этапе имеет какие-то свои особенности, которые сообразны моменту историческому. Но есть, наверное, некоторые константы, которые вне зависимости от времени и вне зависимости от обстоятельств играют значительную, может быть, даже определяющую роль с точки зрения развития личности. И меня пытались, может быть, остановиться на этих константах. И самое главное из этих константов – это, конечно, система образования, это доступ к информации, это доступ к великому наследию, к человеческому, к цивилизационному наследию, которое есть в мире сегодня. И этот доступ, я считаю, наших студентов, вот это поколение 21 века абсолютно счастливым, потому что тот доступ, та возможность охвата информацией, та возможность приобщения к всему тому, чего достигла человеческая цивилизация, которая есть у нынешнего поколения, в данном случае, армянских студентов не было у моего поколения, советских студентов 80-х годов. И это огромная благодать. Я хотел бы подчеркнуть и особенно обратиться к нашим студентам. Имейте в виду, что вы живете в прекрасное время, когда вам доступна информация, когда вы можете и должны развиваться сообразно тому, то, чего достигло человечество на данный исторический момент развития, доступность информации, доступность возможностей получать образование. Второе, в этой же связи, о чем я хотел бы сказать, это, конечно, возможность выбора. Огромное, опять же, преимущество сегодняшней ситуации, сегодняшней системы образования. Когда у молодежи есть возможность выбора. В Армении эта возможность в высшем образовании, в системе высшего образования реализована тем, что молодой человек, аппетурент, может выбирать американский университет, французский университет, лучший университет. У вас есть возможность выбора. Другие университеты Армении я особенно приветствую нашу Софью Рафарабовну, ректора педагогического университета, вновь избранного назначенного. Для нас большое удовольствие, и мы с большим воодушевлением воспомнимем ваш выбор, в данном случае, и коллектива, и руководства. Это редкий выбор со стороны руководства, редкий правильный выбор, к сожалению, в наших условиях, в наших условиях, в нашей действительности. Поэтому очень рада вас видеться в этом. Вот, значит, возможность выбора, альтернативность выбора. Великая блага, понимаете? Великая блага иметь возможность выбирать. Система образования. Среда, которая формирует личность. И она имеет определяющее значение. Вот мы говорим об образовании. Образование невозможно вынуть из национального контекста, из контекста национальной идентичности. Понимаете? Там, где вот эта идентичность отрывается от системы образования, мы теряем и идентичность, и образование. Поэтому, когда я говорю об образовании, я обязательно имею в виду образование на базе национальных ориентирован, национальной идентичности. Система образования должна обязательно базироваться на системе национальных ценностей. Это абсолютно необходимое условие. И, конечно, уже базируясь на своих национальных ценностях, уже поймав, достигнув высоты своего национального идентицета, охватить весь мир. Это вот то, что мы обязаны сделать в своей системе образования. Обязаны подчеркнуть ее национальный характер, сущностный характер. А содержательный характер – это уже, конечно, всеохватывающий характер. Мы должны быть открыты миру, мы должны вобрать в себя все то лучшее, что дало человечество. И мы должны иметь возможность делиться этим лучшим, своим лучшим уже состоянием человечества. Потому что терять мы обогащаемся. А без понимания того национального идентичика, о котором я говорю, вы не сможете делиться просто. Вы должны сначала вобрать в себя все то, что есть здесь. Дальше иметь возможность делиться. А как иметь возможность делиться, если вы не соприкасаетесь с другими культурами, с другими языками, с другими цивилизационными ценностями? Опять же, изучение языков. Определяющий момент в развитии личности. Вне зависимости от исторического времени. Изучение языков. Изучение культур. Взаимопроникновение цивилизаций. Взаимодействие и постоянный энергетический обмен. Я очень рад. Может быть, нынешние обстоятельства, конечно, достаточно трагичны. Но возможность увеличивающегося спектра нашего взаимообмена для меня есть огромное благо. Я считаю, что студенты, наша молодежь, имеют сегодня еще и дополнительную возможность общаться, соприкасаться, делиться, обмениваться опытом, знаниями с, в данном случае, ведущими российскими учеными в этом направлении. Дальше, конечно, социальная света. Человек развивается в своих проявлениях в социуме. И наиболее важным, мне кажется, определяющим является отношение в этом социуме, как механизм развития личности. И особенно важно отношение к слабым. Отношение к детям, отношение к старшим, отношение к людям с ограниченными возможностями. Это как раз показатель цивильности данного социума. Цивилизованности данного социума. Насколько мы все-таки это принимаем в расчет. И это обязательно условия развития личности. Без того, чтобы вы себя проверили на своем взаимодействии со слабыми, вы не сможете гарантировать развитие личности. И это очень важно. И совершенно не случайно, что сегодня в мире очень большое значение придается отношению к слабым. Это и престарелые, это и больные, это и люди с ограниченными возможностями, это отношение к детям, вот таким образом проявляется и развивается личность в соотношении с другими, в данном случае более слабыми. Я бы хотел подчеркнуть обязательно экологический фактор отношения к природе. Без этого тоже невозможно в моем понимании развить личности. Мы должны понимать, что природа во всех случаях первична, человек вторичен. Вот 20 век и так называемый научно-технический прогресс, о котором мы очень любили говорить в то время, в бытность мою студентам он определялся как век господства человека над природой. То есть человек придумал всякие механизмы, которые были предназначены для овладевания природы. И нам казалось, что мы сильнее, нам казалось, что нам доступно все, нам позволительно все, в том числе и уничтожение природы в каком-то смысле. Нам казалось, что человек всесилен. Нам нужно возвратиться к первичности природы, человек абсолютно не всесилен, человек подчинен природе, он должен быть подчинен природе. И по отношению к природе и к среде определяется уровень личности, цивилизованности. И не только личности, но и социума. Я должен сказать, что здесь у нас огромные огрехи в армянском обществе. И это абсолютно не удовлетворяет меня в данном случае, как члена и участника, активного участника нашего общества и социального сообщества. Я бы хотел подчеркнуть еще и отношение к труду. Может быть, это кажется каким-то таким незыблемым аргументом или фактором, который вроде как понятен, но в действительности это не так. Я не думаю, что мы научились должным образом поднимать авторитет человека труда. От этого и зависит уровень социальной справедливости, который царит в том или ином обществе. Если мы возвеличиваем труд, мы тем самым обеспечиваем справедливое распределение всего, что есть в обществе, и справедливость. Потому что обычно говорят о равенстве, как о некой социально желаемой категории. Я считаю, что неравенство тоже очень важно. Неравенство как стимул к развитию. Но это неравенство должно быть базировано на справедливости. Если неравенство в обществе основывается на справедливости, на справедливом джаджменте, это английское слово употребление, то тогда все в порядке. Тогда несправедливость осознанна. И она даже в неком случае является фактором, стимулирующим наше возможное развитие, развитие личности. И, конечно, я как мужчина должен сказать о том, не мужчин, в данном случае, в отношении к женщинам. Я о возвеличивании женщин как, опять же, фактор развития, в данном случае, мужской личности. Потому что здесь у нас тоже есть... Вот Гранд Михайлович улыбается, я думаю, что со мной согласен, как джентльмен и мужчина. И я призываю мужчин все-таки возвеличивать женщин, потому что все эти разговоры о гендерном равенстве, все эти расчеты, когда начинают в процентах считать, сколько женщин там во власти, где-то нет, где-то еще, или даже совершенно наоборот, когда обращаются к каким-то нашим, ну, я скажу так, всем по национальным каким-то таким ценностям, когда говорят о том, что женщина – это хозяйка, она должна заниматься домом, а мужчина, как бы, там, значит, как это называется, добыватель, значит, пищи, еды и так далее. Это совершенно первобытный, дикий подход, который неприемлем в современных условиях как раз, да, он является наоборот, 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 неприемлем, и мы, мужчины, должны признать и принять, что женщины выше, женщины выше, мы должны возвеличивать женщины выше хотя бы тем, что они имеют природную способность дарить новые жизни, и это, 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 то есть, это абсолютная реакция, это абсолютное, значит, качество, на котором нам еще расти и расти, может быть, на каком-то этапе развития цивилизации мы достигнем такого этапа, когда можем себя посчитать равными, в данном случае, женщинам. Вот, и, значит, да, я не слышу женских аплодисментов. Нарвался. Вот, и, конечно, значит, вывод, который я, к которому я пришел на каком-то этапе вот этого самого развития, заключается в том, что каждая личность уникальна. По своим генетическим, историческим, национальным, социальным, значит, и другим кодом. Вот есть, вот нет, нет двух личностей, которые могут быть сопоставимы или сравнимы, или, или в какой-то мере, конкурентами. Вот я пришел к тому выводу, что человек человеку конкурентом быть не может по определению, если мы признаем уникальность каждой личности, не может быть уникум, конкурентом другого уникума. Это просто невозможно. Тогда мы просто, значит, разбиваем вот эту уникальность любой или каждой личности. И вот если мы признаем факт нашей собственной уникальности, а я, например, собственную уникальность признаю, более того, лелею и берегу. И поэтому я пришел к выводу, что конкуренции быть не может в принципе. И вот когда говорят о конкуренции на рынке труда, когда говорят о том, что кто-то локтями пробивает себе где-то там дорогу, мне это кажется диким, потому что единственная миссия в моей философии, значит, которая допустима для любого индивида, это всего лишь помочь другому индивиду достичь реализации собственной миссии. И таким образом развелечивать, таким образом расти самому, потому что это вот есть рост. И только таким образом обеспечивается личностный рост человека. Не конкуренциями, не локтями, и тем более кулаками, а совершенно по-другому. Возвеличивай, помоги ближнему достичь уровня собственной миссии, и тогда ты растешь вместе с ним. Рост этого, я вам скажу, самый главный фактор – оставаться всегда современным. На вопрос одного журналиста, как вы себя чувствуете с течением времени, значит, чувствуете ли вы себя более мудрым, взрослым, старым, стареете ли вы, взрослеете ли вы мудреете, ли вы набираетесь, ли опыта, у меня как-то совершенно непроизвольно возник ответ, я ответил – я расту. И мне очень бы хотелось и для себя, и для каждого из вас, особенно из молодых, чтобы в любом возрасте, при любых исторических условиях, современных, несовременных, чтобы мы имели возможность таким же образом ответить я расту, вот, о чем я вам желаю. Спасибо.